Начиная вторжение на территорию Советского Союза, немцы планировали закончить войну уже к зиме 1941 года. Их тактика Блицкрига отлично работала в Европе. И, казалось бы, что могло пойти не так на Восточном фронте? Верховное командование Вермахта делало особый упор на использование новейших средств вооруженной борьбы и разработку форм и методов их боевого применения. Одной из важнейших концепций Блицкрига являлась следующая. Цитата. «Для достижения быстрого и решительного результата нужно навязать противнику свои условия ведения боевых действий, принудить его лихорадочно реагировать на быстрые атаки на главных направлениях». Конец цитаты. Это превосходство выражалось, в частности, в способности быстро ориентироваться в выборе наиболее активных форм вооруженной борьбы, в своевременном поддержании наступательного духа, решительности, стремительности и маневренности в действиях войск, умении эффективно использовать подвижность и ударную мощь авиации и бронетехники. Летом 1941 года немецкие танки ежедневно преодолевали десятки километров по направлению к Москве. Однако пехотные дивизии вермахта не поспевали за танковыми частями, они волочились пешком по пыльным дорогам, с трудом преодолевая огромное расстояние. Напомним, что от границ Польши до Москвы более 1100 километров. Вскоре появились проблемы с материально-техническим обеспечением. В лучшем случае, лишь у половины дивизий было современное оружие и достаточно транспортных средств, а такая важная вещь, как носки, быстро стала дефицитом. При этом немецкие войска продвигались не по безлюдной территории, поэтому, чтобы в кавычках «поглотить» такой огромный кусок, не хватало людских ресурсов. Советскую границу охраняли около трех миллионов человек, а то, что советская ставка располагала еще большими человеческими и материальными ресурсами, оказалось для вермахта полной неожиданностью. И уже в августе 1941-го стало очевидно, что для одновременного наступления на Киев и Москву численности войск вермахта недостаточно. Кроме того, стали поступать сообщения о падении боевого духа в рядах немецких войск, а также склонность к панике и бегству с поля боя. А в конце сентября, вместо того, чтобы подготовиться к зиме, было решено молниеносной атакой захватить Москву, но наступившая распутица расстроила все планы. А 5 декабря крупное наступление советских войск заставило, вермахт отступить. Однако главной причиной поражения немецкой военной машины заключается в уверенности командования в том, что после быстрой победы над Францией все возможно. При этом хотим отметить, что молниеносность победы над Францией в 1940 году стала скорее случайностью, которую геббельская пропаганда превратила в продуманную военную концепцию. А идеологическая подготовка и промывание мозгов обычному рядовому немецкому солдату породила к советским солдатам смесь высокомерия и презрения, считая их ниже себя. Первые успехи, казалось, подтверждали это, поэтому зимнее обмундирование немецких войск осталось в Польше. Предполагалось, что война будет выиграна уже осенью. В результате вермахт застрял в тысячи километров от границы, оставшись лицом к лицу перед превосходящими силами противника. У солдат, которые должны были покорять Москву, не было даже зимних перчаток.